здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас новый обзор книги книги очень непростой и в общем-то еще и с более сложным автором это Зигмунд Фрейд он же Фройд в правильной транслитерации и транскрипции и его введение в психоанализ бесспорно великий и для кого-то ужасный ученый который слишком сильно опережал свое время он родился века на два то и на три раньше своего времени раньше того когда он должен был родиться необыкновенный ученый человек величайшей мысли но который так и не смог справиться своими собственными пороками грешник который искупил свои грехи помогая сотням сотням других людей очень спорная вызывающая фигура и тем не менее фигура достойное восхищение Зигмунд Фрейд который разделил мир науки на до себя и после его имя до сих пор является самым часто упоминаемым как в мире науки так и в праздных разговорах ученый который видел людей насквозь и разгадал о людях что-то такое что до сих пор лежит за семью печатями да да где-то в Америке лежат два письма который он завещал не открывать и не публиковать два письма одно было завещано открыть в 2016 году его открыли и там было написано что второе не вскрывать до 2101 года фрейд узнал что-то такое о людях что он считает мы до сих пор не готовы узнать Зигмунд Фрейд годы жизни 1856 до 1939 года австрийский психолог психоаналитик психиатр и невролог зигмунд фрейд родился в еврейской семье маленький зиги был очень привязан к маме мама называла его зиги так он и остался для нее зиги на всю жизнь любимчиком даже несмотря на то что после зигмунда у нее было еще семеро других детей зигмунд был очень выдающимся учеником он сначала учился на дому а а затем поступил в гимназию проявлял интересы к философии к разным наукам блестяще учился и был очень знающим мальчиком до конца своей жизни он сохранял трепетное отношение с матерью и даже позже когда уже страдал особым недугом он всегда говорил что он не может умереть раньше своей любимой матушке эта связь была пронесена сквозь всю 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 жизнь не короткую жизнь в связи с антисемистскими отношениями и настроениями в городе где они жили у зигмунда фрейда не было особо большого выбора куда поступать это была либо торговая деятельность либо юридическая либо медицинская мать очень хотела чтобы у него был хороший диплом и было решено что зигмунд фрейд пойдет учиться медицине он стал неврологом но особой страсти к медицине он не испытывал однако сдал все свои экзамены и закончил университет с красным дипломом позже его увлекла психиатрия и он даже проработал в психиатрическом отделении клиники долгое время фрейд занимал должность главного врача психиатрического отделения именно на этом этапе фрейд узнает о том что проводятся опыты исследования кокаина как аналитика то есть тогда люди не знали что такое кокаин и естественно хотели применять его в медицинских целях к сожалению он пристрастился к этому порошку и очень много проблем со здоровьем имел в последующие годы именно из-за этого своего пристрастия он был очень увлечен этим порошком он исследовал и анализировал и себя и свои состояния и описывал тех людей которые его принимали и он действительно находил вот эти вот полеты ума и какой-то бодрости потом последующие неприятные эффекты он был очень увлечен этим веществом но естественно он хотел ввести его в клинику так чтобы облегчить учить страдавших разными недугами чтобы сделать его обезболивающим к сожалению тогда еще не знали о том что какая называет сильное привыкание и о тех последствиях которые он творит со здоровьем тоже тогда еще известно было очень очень мало помимо того что фрейд подвергся критике естественно когда кокаин признали противозаконным критики осуждению глубокому он еще и страдал от того что очень многие друзья его медики занимались тем же примерно до исследованием кокаина сами на себе и он узнавал о том что многие из них погибали они умирали от побочных всяких эффектов которые случались неприличных и нехороших и сам он тоже страдал очень сильными головными болями и сердечными приступами и кровотечениями из носа и еще очень многими неприятностями позднее как мы знаем у фрейда был рак в верхней челюсти который он в итоге лишился и пользовался ее замещением к этой теме я вернусь позже когда буду рассказывать о его кабинете чуть позже фрейд узнал о Жанне Шарко он отправился в Париж и там начинал работать с ним исследуя его метод ну да мы знаем что до нас дошло самое знаменитое средство Шарко это душ Шарко но этот ученый занимался именно истериями он лечил женщин ну и мужчин в принципе да с проявлениями истерии и давалось ему это очень успешно вот именно на этом этапе фрейд понял что не все заключается в материи а есть еще что-то помимо в материи некий импульс который живет внутри человека который тоже заслуживает особого исследования и все и так началось рождение психоанализа ну а теперь пожалуй я перейду от таких чисто биографических историй на те темы поговорим о которые самые интересные про фрейда которые очень заслуживают внимание и обсуждения когда фрейд изобрел свою теорию когда он изобрел психоанализ его естественно осуждали очень многие до сего дня неправильно понимают то о чем он говорил когда он описывал либидо да как сексуальную энергию и когда он говорил об этой сексуальности человека наши современники ну и его наверное современники тоже понимали это именно как нечто эротическое хотя вот этой сексуальностью фрейд фрейд подразумевал чувственность да то есть чувствительность и чувственность когда он говорил о своих стадиях развития человека и фиксациях оральной генитальной и так далее подчеркивалось не настоящее эротическое удовольствие а именно подчеркивалась некая чувствительность это была чувствительность которая помогала дала ребенку, ну или давала возможность ребенку получать определенное удовольствие. И в принципе, если мы посмотрим на все его учение уже свысока, узнав его побольше и поглубже, мы понимаем, насколько Фрейд все-таки видел корень, он взвел прямо-таки в корень. Все наши беды от того, что нам хочется, чтобы нам было хорошо, и это не всегда связано с каким-то интимным, с чем-то интимным. Это связано с тем, что нам хочется, чтобы нам было хорошо. И когда это хорошо не дается в силу тех или иных причин, общество, нравы, нормы вообще просто не получается в силу каких-то обстоятельств, естественно, все это откладывается в какие-то дальние ящички, уголки нашей психики, а потом выстреливает очень неприятными проявлениями. Наверное, очень многие слышали о его первой пациентке Анна О, так называемая, это ее псевдоним. Сегодня псевдоним уже раскрыт, и если кому интересно, его можно очень легко найти. Это была очень интересная пациентка, и Фрейд занимался ею вместе с Брейером. Это был другой доктор, они были в товарищеских отношениях, но Брейер был намного старше Фрейда. И вот с этого момента начинается собственная такая история, которую нужно разбирать на психоанализе у Фрейда. У них случился переносы, контрпереносы, все что угодно. И, в общем, и Брейер, и Фрейд, они влюбились в эту Анну О, скажем так. И там были страсти-мордасти, которые просто достойны любого психотриллера. Ну, в общем, кончилось все тем, что они расстались и с Брейером, и от них ушла Анна О, которая позже тоже занималась очень серьезными делами, помогая людям. И она, кстати, тоже сначала и порочила имя Фрейда, а потом она его возвеличивала. В общем, там действительно Санта-Барбара, которую можно растянуть серии на 100. Но вот именно в этот период Фрейд понимает, что к чему. И он рвет связи с Брейером и с Анной О и начинает свою собственную деятельность. Он пишет, у него необыкновенная работоспособность, он писал огромное количество статей, книг. Он начинал преподавать в университете, но, в принципе, этим и занимался. И, естественно, он вел уже своих клиентов. Это вот тот самый метод, когда кушаточка, когда приходит кто-то, аналитик садится позади, чтобы не видеть лица, ни самому, ни чтобы его видели. И начинается метод свободных ассоциаций. В этом методе свободных ассоциаций человек говорит что-то, что его волнует. И таким образом аналитик зрит прямо-таки в корень, понимая, где и в каком месте в детстве произошли фиксации, где там что, какое вытеснение и так далее, и так далее. И доходит до того, что он становится невероятно популярным и востребованным. И когда он уже принимал своих частных клиентов, у него был такой очень особенный кабинет, где было две двери, два коридора. Причем такие два коридора, что входящие и выходящие никогда не встречались. Вот как раз, когда это уже все случилось, он уже был глубоко болен, это уже было практически ближе к закату его жизни. И вот тогда он был болен, он мало очень разговаривал, у него была вставная челюсть, и все продумал он до мелочей. У него в кабинете было такое зеркальце, куда он смотрелся и видел себя, выглядит он нормально или ненормально, где он мог быстренько поправить так, чтобы никто ничего не замечал, чтобы он снова выглядел хорошо. И вот такой таинственный, мрачный образ, который был очень-очень востребован. Вот такие мелочи, которые сейчас всплывают в память. Еще всплывает в память и то, что он был, как я говорю, порицаем с одной стороны, но с другой стороны некоторые люди его буквально возвеличивали. Например, когда в войну все евреи должны были либо пойти и закончить свою жизнь в очень неприятных условиях, или их можно было выкупить. Но выкупить еврея одного было очень дорого, не говоря уже о семье. Кстати говоря, после Анны О. Зигмунд Фрейд женился, и у них было очень много детишек с женой. Несмотря на то, что он отдалялся, уходя в карьеру, и не был настолько близок со своей женой, как хотелось бы. То есть он не был таким весь-весь-весь семейным человеком. Но тем не менее, у них была большая семья. И однажды там было много ходатайств для того, чтобы выкупить его, вывезти его. Писали президентам и разных стран, и пытались собирать деньги. Очень влиятельные друзья писали правителям, чтобы Фрейда спасти, чтобы его забрать, и чтобы он мог сохранить свою жизнь. Но его пациентка, в дальнейшем она также была его ученицей, она его спасла. Она заплатила баснословные деньги на тот момент, и ей удалось вывезти Фрейда и его семью в Англию. Где до сих пор живут некоторые его потомки, внуки, правнуки. Этой спасительницей была Мария Бонапарт. И закольцевалась эта история так, что, когда Фрейд умер, его кремировали, и он завещал зафиксировать и сохранить его прах в очень красивой вазе, которую когда-то подарила именно Мария Бонапарт. То есть здесь тоже можно проследить, да, очень много интересных особенностей, если, опять же, судить с точки зрения самого психоанализа. Она была его пациентка, она была его ученицей, и он в итоге подарил себя тому, что было связано с ней. Ну, так, такие параллели, тёмные. Если, опять же, привлекать сюда психоанализ и проанализировать немного саму его жизнь, то мы тоже видим ту самую тесную связь с матерью, которую он пронёс до конца её дней, и у них были очень тёплые отношения. Он, да, тоже, опять же, увлекался всеми пороками, связанными с кокаином и ещё и с сигарами. Его очень увлекали сигары, и, в общем-то, сложно представить хоть одно совещание, хоть одну встречу, хоть один момент, где он бы не курил свои сигары. Сигары – это тоже, в общем-то, символ, страшными словами можно обзывать, но пока не буду, да. В этом видео не будем пользоваться всей терминологией, которую вёл Фрейд и всем этим арсеналом, иначе будет страшненько. Более того, буквально недавно у нас в университете была правнучка Фрейда. Она занимается искусством, она занимается скульптурой, лепит её сама, исследует её и так далее. И вот она очень интересно рассказывала историю про то, что у Фрейда всегда было очень много разных фигурок. Статуэточек, статуи, маленьких, больших. И он был действительно влюблён в эти фигурки. У него весь его рабочий стол был ими обставлен, и он даже просто придавал им реально какую-то жизнь, потому что в один день он расставлял их таким образом, в другой день – другим образом. Когда происходили те или иные события, он ставил их третьим образом. То есть у него прям вот была какая-то некая такая тоже скрытая жизнь. Если всё это проанализировать, то тоже психоаналитически можно сделать очень-очень интересные выводы. Ну, в общем, я набросала здесь такие какие-то моменты, которые мне пришли в голову об этом великом человеке, да, об этом гении. Он действительно абсолютно гений, потому что если мы вникнем в его учения, он действительно сделал очень многое. И, в принципе, не важно, что его практиковали после этого, потому что если вы читаете его книгу, вы понимаете, что человек просто смотрит в корень, как я уже говорила. То есть он понимает, пусть не важно, какими словами он всё это называет, не важно, какие страшные термины он использует, которые, в принципе, в обычной жизни являются эвфемизмами, их нужно заменять на какие-то другие слова. Когда вы читаете его произведения, вы реально понимаете связь не только с самим человеком и с его судьбой, но этот человек вот в огромном полотне жизни, да, то есть со времён сотворения человечества, с самой эволюцией, если хотите, и вот до конкретно катарсиса определённого человека, определённой судьбы, которую мы рассматриваем и пытаемся проанализировать с точки зрения психоанализа. Его книги обязательно надо читать, они хуже не сделают, а сделают только лучше. Ну, в общем, переходим к разбору полётов, связанному с книгой «Введение психоанализа». Эту книгу я прочитала очень давно, и так было велено, видимо, судьбой, чтобы я её перечитала. Нужно было выполнить одно очень важное задание, я снова к ней вернулась, она меня затянула, и я просто её прочитала второй раз. Давайте побеседуем. Итак, книга «Введение психоанализа» – это очень занимательное чтиво. Действительно, это очень спокойное, очень приятное повествование. Не совсем, я бы сказала, прямо очень уж научным языком, то есть это не сугубо научная книга, которую нужно только учёным читать, абсолютно нет. Её можно читать любому и каждому в любом абсолютно возрасте, и она 100% будет полезной. Итак, Зигмунд Фрейд начинает свои лекции в этом издании. Здесь чуть больше 25 или 26, по-моему, лекций в этой книге. И начинает он с того, что отговаривает нас заниматься психоанализом. Он говорит о том, что психоанализ – это вещь такая, которую вы никогда не увидите глазами, вы никогда не сможете потрогать результаты, объекты или предметы этих психоаналитических изысканий. И тем не менее, намекая на то, что это нечто эфемерное и то, что мы никогда не сможем как-то физически ощутить, он говорит нам о важности вот этих вот всех неумолимых, незаметных, неуловимых каких-то явлений нашего бытия. Он приводит такие примеры, например, что даже самый, не знаю, невзначай брошенный взгляд, случайное слово для влюбленного, допустим, человека могут очень многое сказать. Нравится он человек к своей возлюбленной или возлюбленному или нет. И вот по этим мельчайшим каким-то историям мы улавливаем истину вещей. Или он сравнивает деятельность психоаналитика со следователем, который по каким-то мельчайшим уликам, совершенно таким вещам, на которые в простой жизни человек не обратил бы внимания, узнает и распутывает какое-то супер серьезное преступление. А это все означает, что все эти мелочи, которые мы видим, свидетелями которых становимся при общении, или даже те вещи, которые мы чувствуем слегка, они могут нам очень о многом рассказать про человека. В этом смысле он очень смело дает такие две интересные параллели, говоря о том, что психоанализ относится к психологии так же, как гистология относится к анатомии. Вдумайтесь в эту глубокую мысль. То есть это не просто анатомия, которая изучает органы и ткани, а гистология изучает клеточки, состав клеточки. То есть это уже клеточки. То есть это некая такая углубленная наука, изучающая супертонкие материи. Самые малюсенькие проявления психики способны очень многое нам о них рассказать. Далее в книге начинается все с главы про оговорки, описки, ослышки и так далее. Мы очень привыкли уже к этой истории по поводу А, по Фрейду, по Фрейду. То есть когда человек что-то там оговорился как-то, мы говорим, а ну все, по Фрейду. И вот это по Фрейду тоже, кстати, добавляет, как я вначале сказала, к самому упоминаемому автору. То есть и в науке, и не в науке мы Фрейду упоминаем чуть ли не каждый день. Здесь он нам очень подробно в нескольких лекциях рассказывает, какие процессы стоят за описками, оговорками и ослышками, какие там скрытые мотивы, какие там процессы, которые лежат в основе уже даже в нашем сером веществе, как я люблю это называть. И в итоге он приходит к выводу, что любая оговорка и описка – это такое безудержное, неконтролируемое, вырвавшееся то, чего хочет в данный момент этот человек. Ну, например, там он приводит примеры, что человек, который терпеть не может свою работу и ходит туда каждый день, и вот там какое-то собрание, ему надо его объявить открытым, а он говорит, объявляю заседание закрытым. Естественно, ему так хочется его закрыть, а надо, в общем-то, его открывать. И в этом смысле Фрейд очень детально и интересно описывает иллюзию личного контроля, психологического контроля или некую иллюзию психологической свободы. Вот представляете, еще тогда Фрейд упомянул вскользь, но потом чуть-чуть более глубоко развил эту мысль немножко не в нейроисторию, а сегодня нейроученые доказывают, что это так и есть. То есть он уже тогда без всяких томографов предвидел, что свобода человека, воли, да, свобода воли человека – это такая материя, которая стоит под большим-большим вопросом. То есть, как мы уже когда-то обсуждали в какой-то, да, из истории, в каком-то из видео, что же все-таки я управляю своим мозгом или мозг управляет мной. Далее идет прям по книге про сновидения. Это просто мечта, а не главы и не лекция. Я вот рекомендую их всем почитать, даже чисто с эстетической точки зрения. Вы знаете, что у Фрейда есть книга «Толкование сновидений». И очень многие, думая, что эти толкования сновидений сродни тем сонникам, которые мы сегодня с вами можем увидеть, легко доступные, такие а-ля магиючистые, думают, что вот это тоже самое, та же самая история. А нет. Здесь нам Фрейд повествует сначала о сновидении детей. И, в общем, в конце этих глав про сновидения детей он делает вывод, что детки обычно видят сны либо про то, что очень хочется, либо про то, что очень не хочется, либо про то, чего они боятся. Конечно, я очень сокращаю, потому что в этом эпосе там 550 листов почти, что я очень все сжимаю, но там все очень подробно, очень детально и очень интересно описывается. Уже тогда Фрейд говорит о том, что состояние сна здорового человека равно практически состоянию человека, подверженного невротическим синдромам. То есть это только сегодня клинические психологи говорят в полный рост, в полную силу, что сон – это определенный такой невроз. То есть мы в бодрствующем состоянии не слышим голосов, не видим каких-то картинок, а вот во сне мы погружаемся в эту какую-то эйфорию непонятную, практически психоделическую, сижезофреническую, и вот что-то там видим, где-то ходим, куда-то летаем и так далее. Фрейд сказал об этом уже вот в этой своей книге. Далее он переключается на сновидения взрослых и, поверьте мне, это самое занимательное чтиво в этой главе, в этой книге, пардон. Эти главы – это самые замечательные. Почему? Потому что он их разбирает не только с точки зрения науки, но вводя определенные трактования, он действительно там дает, что вот это вот означает вот это вот. И там совсем не вот эта наша история, типа, если тебе снится младенчик и девочка, значит, у тебя будет дива. Вообще не про это история. История про то, что мы все с молоком матери впитываем определенные традиции, нравы, которые существуют уже веками. И он так красиво это все округлил, уходя туда, в далекую античность, говоря о тех значениях, которые нам приписывались тогда, когда, допустим, тот же самый Александр Македонский никогда не начинал никакую войну, не посоветовавшись со своим неким там пророком, знающим, как трактовать все эти сновидения. Потом он говорил о культуре и языке, то есть у нашей культуры язык очень сильно связаны, как вы, надеюсь, помните. Есть еще такая штука, как языковая картина мира, о которой я очень часто говорю на языковых своих историях и видео. И вот здесь он, ну, такой элементарный пример вам приведу, что любое дерево, любая дровесина – это символ женщины. То есть снится ли вам что-то из дерева, стол, например, или снится ли вам само дерево – это некое женское начало, то есть некая женщина. И потом, казалось бы, ну, вот если мы с бухтой барахтой скажем, ну, дерево, ну, это же оно, ну, растение, ну, что, ну, как это может быть вообще связано с женщиной? А на самом деле он так это все закольцовал красиво именно с латынию связано, то есть «мадейра» – это же дерево, а «мадре» – это мать. И получается, что и дерево, и мать – это некие однокоренные слова. И это все настолько интересно, и там вот таких примеров очень-очень много. Какие символы мужские, какие символы женские и так далее. И, конечно, именно в этих главах он рассказывает нам о либидо. Либидо, либидо, как хотите, но вроде бы либидо надо говорить однако. Это такие очень, да, циркулирующие в обществе слова, что порой себя сложно сломать в какую-то сторону, несмотря ни на какую профессиональную принадлежность. То же самое, как бы привыкли всю жизнь слышать «фрейд». И «фрейд», естественно, очень многим коробит слух, и я сама замечаю, что иногда я называю его «фрейд», иногда «фрейд». Но это очень сильно зависит от того, на каком языке я, по крайней мере, говорю, потому что понятно, что на английском он всегда «фрейд». Ну так вот, здесь он нам рассказывает о бессознательном уже. И в этих главах, конечно, к сожалению, очень много вот этого всего сексуального, но от этого никуда не деться, да, потому что, как мы знаем, это одна из очень важных историй в жизни людей, и от нее никуда не убежать. Вот, кстати, еще то, что вот мы очень должны понимать, об этом я не сказала вначале, но вот скажу теперь. Когда мы говорим о времени, в котором трудился «фрейд», мы не должны забывать, какое это было историческое время. Женщины тогда еще все же, да, не работали, они не были настолько свободны, какими они являются на сегодняшний день, и, естественно, они страдали стереями и неврозами. И здесь ведь нужно понимать, что женщины в основном были такими очень домашними, у них был какой-то определенный круг их жизни, не особо много разнообразия, как вот есть у нас сейчас, да. И когда мы говорим о том, что «ой, там он истеричек каких-то исследовал», это все очень понятные явления. Тогда, конечно, истеристы и так далее, и мужчины, но, естественно, женщины в большей степени, потому что жизнь у них была такая очень особенная. Нужно ведь еще и на это делать, да, какую-то определенную сноску. Но я надеюсь, сейчас все поняли, да, что я оставила за кадром по поводу истерии. Все наверняка знают корень, от которого произошло, да, это слово и симптомы той самой истерии, конкретно вот как ее понимали в те времена Фрейда. Ну и плюс, говоря о вот этом революционном характере, почему он считается таким вот всем необыкновенным и греховным, и грехопаденческим, и так далее, и так далее, говоря, связывая его имя вот с этой вот самой сексуальностью, нужно понимать, что тогда все-таки были времена, когда об этом вообще не было непринято говорить, и никакая сексуальность, естественно, на показ на какой не выставлялась. Ну и тем не менее, да, я еще раз напоминаю, что под этим словом подразумевается именно даже не сексуальность, а сэнсуальность, да, то есть это некая чувственная область. Ну и здесь он нам рассказывает, да, о многих подавлениях, которые случаются, да, энергии либидо и в младенческом, и в детском возрасте. Очень многие фиксации происходили на этом возрасте. И также он нам рассказывает о том, что если была какая-то травма, она уходит далеко в бессознательное, естественно, она не актуальна, она не на поверхности сегодняшнего дня у человека в его психике, в его памяти, в его понимании вещей. И он говорит о том, что вот психоанализ со всеми его беседами как раз и нацелен и направлен на то, чтобы то, что было скрыто в бессознательном, вышло на сознательный уровень, и тогда пропадают всяческие симптомы болезней. Кстати, вот эти вот неврозы и истерии, они ведь были тогда очень интересны, потому что возникала, допустим, ни с того ни с сего слепота при сохранной функции глаза, да, и это были такие проявления именно вот на психическом уровне. Или, допустим, у человека, у женщины, у мужчины отнималась рука или нога при, опять же, сохранной нервной системе. То есть вот это вот все подавленное, как, да, предлагает Фрейд, оно так вот влияло на человека. Где-то же оно должно было выстрелить, чтобы дать ход, собственно, событиям. Ну, там оно и выстреливало. Собственно, надо ввести это в поле сознательного, и симптомы пропадали. Очень у многих людей это все проходило очень успешно в его темненьком кабинетике. Ну, вернемся к главам о сновидениях. Он здесь, Фрейд, конечно же, рассказывает и о типах сновидений, в принципе, то есть где мы судим от противного, где мы судим там от еще какого-нибудь, да, то есть там есть эти деления, они даны очень-очень доступно. Ну, а мне вот понравилось как раз вот этот вот экскурс, да, во всю историю человечества, во все эти мифы, во все эти легенды, которые мы узнаем там с незапамятных времен, естественно. Кстати говоря, буквально недавно где-то видела, что ученые таки доказали вот эту вот генетическую память, да, генетическую память рода, ну, а значит, и, в общем, всего человечества, конечно же. Опять же, Фрейд писал об этом еще тогда. То есть только вот буквально недели две-три назад я это увидела статью, а в этой книге он уже об этом писал, да, что человек усваивает не только то, что он запоминает в этой жизни, в своей жизни, но еще и есть какие-то моменты, которые пришли вместе с ним, с его генетикой в этот мир, да. Дальше в последующих главах Зигмунд Фрейд рассказывает нам об ОКР, обсессивно-компульсивном расстройстве, и о том, что психоанализ мыслит на эту тему. Напомню, обсессивно-компульсивное расстройство – это некие сверхценные идеи, да, когда нам нужно несколько раз проверить перед выходом из дома выключенный свет, газ, закрыты ли окна, помыты ли руки, ну и так далее. Этих обсессий очень много, их, если интересно, можно легко найти в интернете и почитать о них. Он говорит о том, что ОКР – это тоже результат фиксации на неком травмирующем моменте в детстве. Естественно, оральные, анальные и так далее фазы здесь тоже задействованы. Этой теме он уделил не такое большое время, но, тем не менее, очень интересно это было почитать. Дальше он уделяет внимание рассказу очень большому о бессознательном и о его влиянии на нашу жизнь. И здесь, на этом фоне бессознательного, он говорит и о творчестве, и о сексуальной жизни человека, и о терапии, как с этим всем быть, и о сублимации, и о вытеснении, и, собственно, о самой терапии. То есть это все такие чисто психоаналитические истории, но давайте немножечко о каждой поговорим, чуточек скажем. Ну, под вытеснением мы уже чуть-чуть с ним даже познакомились. Вытеснение – это такая история, когда какое-то травмирующее происшествие, нечто, что травмировало душу человека или как-то ранило его, а может быть и действительно физически что-то такое случилось, очень большое какое-то физическое, физиологическое нарушение, потрясение, травмы и так далее. В общем, когда случается то, с чем психика не способна справиться, она это дело вытесняет, естественно, бессознательно. Она это не помнит, но оно там где-то сидит и ждет своего момента, называется. Под сублимацией, напомню, подразумевается направление сексуальной энергии в нужное русло, когда этой сексуальности нет выхода, то есть когда человек не может получить желаемое. Мы, опять же, говорим с вами не про то, о чем подумали все за этим словом, а мы говорим именно о неком таком удовлетворении, когда мы не можем получить реально то, что нам хочется. То есть мы очень любим чего-то, а нам нельзя этого делать или мы не можем его делать. Вот это здесь подразумевается. То мы должны срочно перенаправить свой взгляд куда-то в другое русло и начать творить, например, то есть вкладывать свою энергию, отвлекаться от того, чего нам хочется, чтобы не горевать по этому поводу. Опять же, мы направляем эту энергию во что-то другое. Кто во что? Кто в рисование? Кто в письмо? Кто в благотворительность? Кто еще во что? Кто в работу уходит с головой? То есть это все определенные моменты сублимации. Здесь нам рассказывается, к сожалению, опять же, о различных девиациях вот этого самого интимного поведения людей. Ну, я об этом не буду рассказывать, не для эфира это называется, но, однако, там очень много этих деталей. И всем, кому интересно, истоки чисто такие психоаналитические всех этих девиаций и расстройств, можно это почитать там. Очень интересная глава была про нарциссизм. Это тоже определенная фиксация, да, идет с детства. И особый такой склад личности очень интересный. И говорится о том, что нарцисс это единственный тип личности, который не поддается психоанализу. Там тоже есть свои объяснения этих процессов. Тоже очень интересно, потому что человек центрирован на себе, а не на каком-то другом. То есть он для него является самым дорогим. А в психоанализе, в психотерапии очень важна личность самого терапевта. Ну и дальше он рассказал немножко о законах терапии, какой она должна быть или какой она хотелось бы нам, чтобы она была. Но заключает он свои выводы и всю свою книгу тем, что хотел он рассказать вот так, вот так и вот так полно, а получилось совсем по-другому и совсем не полно. Но не было у него цели рассказать нам все секреты, а лишь только заразить нас желанием познать эту тему глубже. Хитер оказался наш автор с вами. И я напомню, что, в общем, от него это можно было ожидать, потому что мы до сих пор с вами даже не доживем мы с вами до 101 года узнать, что же он там в письме-то про нас, про людей написал такого, что науку потрясет лишь только через там, да, 80 с лишним лет. Что-то же узнал. Ну, мы будем стараться увидеть это между строк. Я думаю, что люди, думающие что-нибудь, какой-нибудь намек на его открытие в его книгах все-таки найдут. У Фрейда очень много интересной литературы, связанной и с религией, и с тотемами, и с культурами, и с психоанализом, и со знами. В общем, там просто величайшее множество того, в чем нам с вами надо обязательно будет покопаться. Если вы уже покопались в этом, пожалуйста, пишите свое мнение. Еще раз порекомендую эту книгу всем и каждому. Она читается легко, она простая, замечательная. Если почитали, как я говорю, делитесь. Ну, и мое коронное заключение по поводу того, какова сама книга, то есть, да, как продукт, как качество и так далее. Вот вообще без комментариев, потому что я прихожу к выводу все больше и больше, что мягкий переплет. Это очень непрактично. Вот. В принципе, бумага плодная, все нормально, но очень мажется красочка, и, конечно, хотелось бы книжечку попрочнее. Такую шикарную. Столько там в ней заметочек теперь оставлено. И жалко будет, если она вся вот возьмет и в одной части просто развалится. В общем, всем спасибо за просмотр. Получилось много. Сумбурно. Ну, я опять упомяну, да, то, что биография Фрейда в ее классическом виде доступна очень легко в интернете, поэтому я пробежалась только по шапочкам, только по тем моментам, которые были интересны мне. Ну, и надеюсь, вам тоже. Спасибо. Всем хорошего времени. Мы всегда где-то рядом. Сумбурно. 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 Сумбурно.